Фактически с момента реорганизации прошел всего лишь месяц. И уже родители за этот месяц успели ощутить не только улучшение, а значительное ухудшение. Говорят о наболевшем. Родители не устраивает реорганизация 6-й детской инфекционной больницы. Она находилась близко от дома, говорит Ольга. Да и принимали туда практически с любым инфекционным заболеванием. Туда принимались детки с совершенно разными заболеваниями инфекционными. И не было такого тасования, разделения потоков, которые происходят сейчас. Насколько мы знаем, 5-й инфекционный у нас принимает пузырчатку, правильно, визикулопостулез урви и профлечение сифилиса. А гнойно-септическую пешечную инфекцию будет брать первая детская. Уважаемый Владимир Владимирович, к вам за помощью обращаются жители города Саратова, чьих детей оставили без качественного и доступного медицинского обслуживания. Активисты даже обратились за помощью к президенту страны. Но, по словам министра здравоохранения, реорганизацию провели не просто так. В медучреждении в последнее время число пациентов значительно снизилось. Пятая больница – это более мощная больница. У нее коечная мощность в три раза превосходит шестую детскую больницу. Более того, тот профиль детей, категория детей, которую принимала шестая детская больница, он на сегодняшний день не загружен в полной мере. Изменились технологии оказания медицинской помощи в родоспомогательных учреждениях. На заседании обсудили вопрос поликлинического отделения, бывшей десятой инфекционной. Несколько недель назад ее закрыли. В здании серьезно протекла кровля. Пострадали кабинеты и несколько лабораторий. После экспертизы место коммунальной аварии огородили. Однако родители возмущаются. Не все специалисты вышли на работу. Нам сказали, что после того, как поликлиника 10-я возвратилась, она работает в полной мере, в полном объеме. Вот я вам говорю, это ложь. Стационар не работает. В кабинете ФТО не все оборудование, которое нужно. Ну, как бы повторяться за гули я не буду. Вот услышите, пожалуйста, этот крик просто о помощи. По словам главы Минздрава, технику постепенно введут в рабочий режим, так же, как и специалистов. И даже выделят еще одно место для регистратуры. Но закрывать медучреждения не будут. А вот здание 6-й инфекционной хотят переделать под отделение для детей с заболеваниями детского психиатрического профиля. Полина Попенец, Роман Шельдяев, Саратов, 24.